Приветствую вас. Вы знаете, если говорить о том, куда смотреть и в чем ковыряться, то смотреть стоит в сторону психотерапии, психологического консультирования и диалога взаимодействия с психологом для того, чтобы разобраться с вашими моментами. Моментов у вас даже вот в тексте достаточно много. Ну, хватает, по крайней мере. Значит, первое. Это постановка во главу угла нормы, нормального. То есть не в процессе. Это норма здесь дана. Эта норма дана в стадике. То есть это статичная такая норма, которую вы, вероятно, стремитесь. И которую вы считаете, что все равно будет нормально. Значит, статическая норма дается из головы, из додействования. То есть вот то, что это должна. Вот должна, должна, вот так положено, так надо. Это нормально. При этом игнорируется собственные чувства, переживание и так далее. Вот. В результате появляется та самая маска, которую вы носите. Это вот следующий момент. Здорово. Маска. Притворство. Обман. Ложь. Социальный портрет, который вы демонстрируете другим людям, вряд ли не знающим даже о том, какая вы настоящая. И вы, может быть, сами не знаете, какая вы настоящая. Все это создает ощущение несвободы, ощущение стен, ощущение иллюзий, искусственности. Смерть здесь выглядит как избавление. Смерть здесь выглядит как освобождение. Но вы сами себе даете запрет на освобождение, на свободу. И поэтому даже желая смерти, вы не думаете о своих целях. Вот настолько у вас здесь все зажато. Подавленные собственные желания. Я верю, что у вас все нормально, я верю, что у вас в среднем все хорошо, но это все не про живого, уникального человека. Это все не про стоматность, не про чувства, не про творческий подход. Вот. Соответственно, я, конечно, ни в коем случае не говорю о том, что вам нужно думать о суициде. Нет. Я говорю скорее о том, что мысль о смерти – это мысль об избавлении, о свободе. И то, что вы несвободны сейчас, это стало возможным именно благодаря вашему подходу к самой себе, который был перенят, слепо перенят у ваших родителей, скорее всего. И который, вероятно, поставлен на фундамент мировоззрения, на базу некой философии, на базу некого рационального объяснения, которое вам, может быть, помогает, но это вот в такой краткосрочной перспективе. А те ценности и цели, которые преследуют вот эту вот философию и мировоззрения, ну, для вас оно сейчас выглядит и выглядит, мягко говоря, сомнительно. Вот. И страшно что-то менять, потому что привычный уклад жизни наручится. Но это необходимо, иначе вы рискуете всю твою жизнь быть несчастной, а если вы будете несчастной, то будут несчастные люди, окружающие вас. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Я желаю вам всего. Продолжение следует...